Духа в западных и восточных философиях. Теоретические и практические аспекты. Добрый вечер. Слава Богу, что большинство неадекватных членов нашего сообщества покинуло вас. Я очень попрошу в ходе доклада не задавать вопросов и не вскакивать с места, если вам что-то не понравится, поскольку я очень ограничен по времени. Изначально я хотел построить свой доклад на основе восточной философии, но потом пришел к выводу, что гораздо проще и понятнее будет, если я разобью по уровням осознания человека. По тем уровням, которые человек сам в себе признает, что они существуют. Постараюсь как можно побыстрее. Возьмем к рассмотрению человека, который понимает себя только как физическое тело. Я беру примеры из кинофильмов, поскольку это очень наглядно. Это доступно, это понятно. Если мы возьмем господина Шарикова или многих персонажей из американских фильмов, то мы увидим, что эти люди не имеют понятия не то что о духе, они не имеют понятия о душе, они не имеют понятия о разуме, они даже с трудом осознают, что такое чувство человека. Для них есть только тело и некие витальные проявления. Господину Шарикову когда-то профессор Преображенский говорил, что нельзя сморкаться в занавеску, а тот ему отвечал, вот цитатой, не мешайте мне жить, папаша. То есть человек, который с трудом осознает, что у него есть витальность. Он осознает себя как животное, как тело. Никаких более высоких проявлений он вообще не осознает. Это некий пласт философии, потому что многие люди так рассуждают. Если не возникает никаких проблем, то давайте перейдем к следующему, поскольку тут много говорить нечего. Просто нет представления и все. Следующий пласт философии – это люди действия. Они уже понимают, что у них есть физическое тело, они понимают, что у них есть тело действий, но тело эмоций, то есть наличие у себя эмоций считают чем-то незыблемым. Так же, как на предыдущей ступеньке проявление витальности, люди считали чем-то, ну вот, да, не мешайте мне жить, папаша, потому что моя витальность – это незыблемо, это вот на века. Но я же живу. Чего это? Я не имею права сморкаться в занавесках. Так же, люди следующей ступени считают, что их эмоции – это данность, как это, реальность, данная нам в ощущениях. То есть они не могут понять, что эмоциями можно управлять, что эмоции изменяемы. Нет. Я вот тут так и написал. Люблю водку, потому что люблю. Хочу в три часа ночи включать громкую музыку, потому что хочу. И все. Если вы ему скажете, что это некорректно, он на вас начнет наезжать, потому что как это так? Вы покусились на святое. Эмоции неизменны. Понятия о разуме у них отсутствуют. Понятия о разумной жизни. Они не могут анализировать свою жизнь, делать какие-то логические выводы, составлять конструкции, концепции. Не могут. Им даже эмоции недоступны. То есть если он ревнует жену, он пойдет, возьмет топор. И понятно, что сделает. И с женой, и с любовником. И у него мысли не возникает, что эта эмоция может быть подвергнута управлению. Нет, как это управление? Взял топор, зарубил, все нормально. То есть это потенциальные преступники. И причем как только они совершают преступление под воздействием эмоций, у них богатейший арсенал самооправдания. Что такое душа, они не знают. Как может знать человек, что такое душа, если он даже эмоциями своими не управляет, а он считает, что они стабильны. Пойдем дальше. Дальше у нас начинаются люди, которые уже умеют управлять своими эмоциями, социальными проявлениями, и живут этим. Но эти люди считают, что область ментального, то есть наука, философия, ну это что-то так, это из разряда чего-то вот такого, ну что скажем, такого же стабильного, такого же не поддающемуся управлению. Такие люди, если вы будете говорить что-то о науке, скажут вам, ну ученые знают, да, ученые знают, потому что они не могут даже представить мысли, что занимаясь какими-то ментальными конструкциями, эти конструкции могут шевелиться. То есть они могут чего-то делать, они могут быть неправильными, они могут строиться на каких-то принципах. Вот эти люди не понимают, для них физическая жизнь реальна, витальная жизнь реальна, и очень даже управляема, эмоциональная жизнь, это их настоящее, тоже реально, а вот жизнь разума, очень трудно представить, что великий комбинатор сделал научное открытие. Ну нереально, почему-то у нас это не укладывается в голове. Эмоциональную комбинацию, да, да, это пожалуйста, потому что он прекрасно знает, кто какие эмоции испытывает, на кого можно нажать, кому можно там что подсунуть, какую роль можно сыграть, и все хорошо. Такие люди не имеют понятия не то, что о разуме, а даже о душе. Душу я понимаю как совокупность жизненных концепций. На вопросы я не отвечаю. Времени нет, извините. Я специально прошу, не задавайте. То есть такие люди, если им скажут, что вот вы поступили как-то неправильно, будут каяться, даже могут там пойти в церковь, покаяться, но только до тех пор, пока окружающие не признают их правоту. То есть только на показ. Потому что они не понимают, что такое душа. Они не понимают даже, что такое разум. Не то, что такое душа. Характерная особенность таких людей, что они калечат своих детей эмоционально. Практически полностью. Потому что они эгоисты. Эмоциональные потребности и их удовлетворение. Не зря здесь рюмка и женщина. Все. Больше ничего в мире нет. Какая душа? Какой дух? Какой разум? Вы что? Если у такого человека что-то случается, он собирает манатки, вещи и переселяется в другую страну. Все. Я начинаю жизнь заново. Потому что у меня там не получилось. Такие люди свято верят в удачу. Потому что они не могут анализировать. Ну или если это женщина, то часто она просто выходит замуж заново и верит, что он в замужестве. Ой, все будет так прекрасно. Хотя во всех старых было плохо. Но она верит, что новый муж, все, новая жизнь. Как правило, это не оправдывается. Пойдем дальше. Значит, у таких людей понятия души и духи нет. Следующий уровень. Это люди уже ученые и философствующие. То есть люди, у которых есть понятие о теле, об эмоциях, о витальности и о разуме. Они создают концепции, продуцируют идеи. Они объясняют все вокруг. Но при этом душу они тоже не видят. Они душу, вот только что, вот в курилке, товарищ пытался доказать и объяснить, что душа это логика. Это нонсенс, но для него это реальность. Что душа это логика. Вот сейчас мы с ним бились, а все равно логика. Поскольку эти люди не признают, что в мире существует дух и душа у людей. То есть душа это те концепции, которые мы принимаем от рождения, силу каких-то своих особенностей. Ну, допустим, христианство. Или, допустим, буддизм. То есть вот человек, если родился в христианской семье, он будет христианином, и вы логически ему ни за что не докажете, что Христа не существует. Ну, потому что это невозможно. Он принял это как концепцию. Вот у этих людей концепции жизненные это что-то незыблемое, стабильное. И они не могут их изменять. Они оперируют теми фактами, теми следствиями, которые поддаются логике. То есть научными данными. Вследствие того, что эти люди отрицают изменяемость души, они, как правило, вот как у меня написано, отравляют жизнь себе и своим близким самыми изощренными способами. Причем не видят и не признают этого, даже если им предъявить видеозапись того, что они делают. То есть сколько бы вы не трудились над таким человеком, он никогда не признает, что вот он прямо сейчас сделал гадость. Нет, я не делал. Как не делал? Вот. Нет, это не я. Как не ты? Это ты все виноват. Все. Виноваты все, кроме него. Потому что он не видит концепции. Хорошо. Пойдем дальше. Значит, у таких людей понятие души, ну, такое, знаете, абстрактное. А вот люди совершенно другого уровня. Они уже понимают, что есть душа. Что человек уже сам делает себе концепции. Что человек сам уже начинает во что-то верить, во что-то не верить. Строит целые системы, мирообъяснения. Продуцирует какие-то взгляды. Может ими оперировать. Эти люди, как правило, занимаются психологией. Вот как Шерлок Холмс, прикладной психологией, теоретической психологией. Эти люди – это религиозные подвижники в любых религиях. Они продвигают религии, они их могут создавать. Поскольку религии – это как некие системы мирообъяснения на каком-то уровне, да, для человека они полезны. Могут быть. Потому что человек лучше во что-то верить, чем ни во что. Однако такие люди считают, что вот то живое существо, которое мы называем собой, которое сидит внутри нас, и которое в той же христианской терминологии принято называть духом, дух от Бога, он незыблен и неизменяем. То есть они признают работу систем общения с миром, но не признают то, что тот свидетель, который сидит внутри каждого из нас, что он тоже что-то делает, он тоже как-то живет. Нет, он не живет. Он только есть. Дух от Бога, духа нет. Дух – это ментальная деятельность. Неважно, какое объяснение, главное, что духа нет, что дух абстрактивный. Такие люди, в силу того, что они уже общаются с людьми с позиций жизненной концепции, производят очень мало зловредного продукта. Они уже никого не калечат эмоционально, они не совершают преступлений. Они даже наоборот помогают часто другим людям разбирать их преступления или их какие-то злодеяния. То есть они часто психологи, реально, практически. Теоретически психолог, он может находиться и на этой ступеньке. Что же дальше? Дальше идет уровень свидетеля. То есть вот того духа, который сидит внутри нас. И прежде чем я покажу картинку, я хотел бы немножко попробовать, проанализировать, какие у него есть свойства у этого свидетеля. Ведь это не очевидно, что он вообще есть. Но когда мы слушаем классическую музыку, ум в отключке, чувство что-то чувствует. Мы прекрасно знаем, что чувства – это не мы. И есть свидетель, который слушает. То есть он есть. Прекрасно. Когда мы занимаемся каким-то делом, или кто-то при нас начинает заниматься каким-то делом, мы видим, что человек меняется. Человек, значит, свидетель, который в этом человеке, что-то производит. Он как-то себя меняет. Как? Непонятно. Но мы видим, да, вот мы идем по улице, встречаем доктора, он наш друг. Мы общаемся по-дружески. Только заговорим о медицине. Доктор тут же меняется. Вот он как-то – раз, и это уже доктор. Это что? Это другой дух, да? То есть, значит, дух в нас может принимать разные формы. Если мы посмотрим на шизофреника, ух ты, а у него два духа в одном теле. Или, как говорил, ну извините, но я же не могу прерваться на полусловие. Может быть, два духа в одном теле. Может быть, много духов, как Александр Николаевич рассказывал в одном теле. Что еще? Еще у артитических людей часто встречаются такие актрисы, которые спросят, что вот какая ли ты? Она говорит, тут у меня есть проявление, какая ли я? Я не знаю. То есть, дух может себя не осознавать. Что еще? Есть еще у нас очень интересное выражение в русском языке. Близость душевная и духовное родство. Значит, дух может быть с кем-то, сродственен. Еще из христианства мы знаем, что душой торгуют, а вот духом нет. Очень странно. То есть, получается, дух как предмет торговли, он не может выступать. Итак, у нас есть некая жизнь свидетеля. То есть, свидетель что-то делает. Он принимает какие-то формы, может разделяться, может соединяться. Иногда мы говорим, мы не в духе. Мы не можем сказать, мы не в душе. Мы говорим, мы не в духе. Или наоборот. Взять интерес, заимствованный интерес. Интерес у кого? У свидетеля. У духа. Вот мне с некоторым трудом удалось найти два примера людей, которые себя осознают именно как дух, как свидетель. Такие люди вообще не создают преступного продукта. Никакого. Поскольку они осознают не только свои душевные качества, а и вот себя, который может производить неосознаваемо. А если в производе все-таки такое какое-то, ну, что-то нехорошее сделать, то они тут же это исправляют. Обратите внимание, Пьер Гезуков и господин Штирлиц, они только тем и занимались, что они ходили и смотрели, этично я поступаю или неэтично. Извините, это не душа, это уже свидетель. Вот, а как это соотносится с моей системой ценностей? Эти люди не произвели вообще никакого преступного продукта. Самое интересное, что они воспринимаются в обществе неадекватно. Если для вот этих людей существует церковь, для вот этих людей существует наука, для этих людей существуют театры, для этих людей, ну, село, для этих людей психбольницы, то для вот этих людей в обществе не существует ничего. Наше общество, к сожалению, деградировало до того состояния, что для людей, занимающихся исследованием вот этого свидетеля, нету в обществе никакой структуры. Однако такие люди встречаются очень редко, но встречаются. На этом позвольте закончить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...